Издательство 1С Паблишинг представляет Анатолий Дроздов Князь Мещерский Третий роман цикла «Зауряд врач» Глава 1 Приходилось видеть разъяренного тигра? Он смотрит на вас желтыми глазами и угрожающе рычит. Из оскаленной пасти капает слюна, а хвост яростно молотит по бокам. От такой картины кровь леденеет в жилах, как любили писать классики, и хочется нестись прочь, сломя голову. Только бесполезно, даже устать не успеешь. У императрицы, сидевшей передо мной в кресле, хвоста, оскаленной пасти и капающей слюны не наблюдалось, но вид ее в полной мере соответствовал разъяренному тигру, вернее тигрице. Что, впрочем, не меняло ситуации. Не все ли равно, кто свернет вам шею, тигр-самец или его подруга? Мне захотелось стать маленьким и тонким, чтобы забиться в щель, вон под тот диван, скажем, и замереть там у стены, пока тигр будет ходить кругом и пытаться достать меня лапой. Она у него толстая, под диван не пролезет. Мечты-мечты. Я принял виноватый вид и опустил очи долу. Может, повезет и меня не будут терзать? Что вы позволяете себе, князь? Я разрешил вам встречаться с дочерью, не для того, чтобы она ночевала в вашем доме. Интересно, чем плох мой дом? Там уютно и клопов нет, а вот за Кремль не поручусь. Мало того, что вы подвергли опасности наследницу престола, оставив ее без охраны, так еще в постель затащили. Отчего молчите? Отвечайте немедля. Вам вредно волноваться, государни. Вы перенесли тяжелую операцию. Это я вам как врач говорю. Что? Ну вот, хотел как лучше. Позвольте мне рассказать, как было дело. Сделайте одолжение. Яда в голосе тещеньки столько, что можно во флаконы разливать, а потом натирать спину против радикулита. Хотя не стоит, пожалуй, кожа слезет. Вчера вечером мы с Мишей, бароном Засом, отправились в дом ювелира Натана Соломоновича Полякова, дабы поздравить его племянницу Елизавету Давидовну с высокой милостью, которую вы ей оказали, возведя в потомственное дворянство и наградив орденом Святой Софии. Я вас на это не уполномочивала. Мы решили сами. Во-первых, хотели поздравить замечательную девушку и хирургическую сестру. Во-вторых, барон Зас испытывает к ней сердечное влечение. Поскольку он мой друг, я не мог отказать ему в просьбе сопроводить к Елизавете Давидовне. Сам он стеснялся. Мне нет дела до его чувств. Понимаю, государня, но именно с этого началось. Мы прибыли в дом Полякова, вручили Елизавете Давыдовне цветы, а ее дядя пригласил нас за стол. Они как раз собирались отобедать. И вы, конечно, согласились. Отказать было неудобно после той новости, что мы принесли. Не врите. У Полякова замечательный повар, во Франции учился. Вот теперь похоже на правду. Рановато я даровала вам титул, князь. Бегать по домам евреев ради угощения. Вы бы еще в трактир зашли. Позвольте, я продолжу. Сделайте милость. Не успели мы сесть за стол, как прибыла ее императорское высочество Ольга Александровна с фрейлиной. Для чего? Вручите Елизавете Давидовне жалованную грамоту вашего императорского величества. Понимаю так, что по вашему поручению. Молчание. Ага, угадал. Я продолжу. Застав меня СМИ бароном у Поляковых, Ольга Александровна очень рассердилась. Отчего? До недавнего времени она считала Полякову своей соперницей. Когда я лежал в госпитале с дыркой в голове, эти две красавицы устроили скандал прямо у моей койки. Да так что мне пришлось разнимать. Ольга Александровна тогда пообещала Поляковой сослать ее в Сибирь. Возможно, стоило. Тогда кто бы помогал оперировать вас государне? Не пытайтесь разжалобить меня, князь. За оказанные услуги вы и ваши знакомые вознаграждены весьма щедро. Отвечайте по существу. Что сделала Ольга? Ольга Александровна посчитала, что я приехал к Поляковым, чтобы повидаться с Лизой. Я сказал ей, что она заблуждается и предложил убедиться лично. После чего Ольга Александровна приняла предложение Полякова разделить с ними трапезу. Боже, моя дочь с евреем-ювелиром! У него замечательный повар. Графиня Адлерберг была в восторге. А Ольга Александровна сумела убедиться, что Полякова с благосклонностью принимает знаки внимания от барона Засса. А дальше? Я для нее пел. Князь? У еврея? Какой сарказм в голосе. Из ее императорского величества вышел бы и великолепный тролль. Выпустить бы ее на пространство интернета. До танца в дело не дошло? Нет, государыня. После песен Ольга Александровна пожаловалась мне, что дом ее разрушен. Ей негде преклонить голову и попросила приютить. Как я мог отказать? Князь! Все было так, государыня, клянусь. Я перекрестился. А в постели вашей она как оказалась? Извините, государыня, но это личное дело. Все, что касается наследницы трона Российской империи, не является личным делом какого-то князя. Вам это понятно? Да, государыня, но позвольте мне закончить. Говорите. В том мире у меня была дочь Даша, летами как Ольга Александровна. Когда однажды она привела в дом молодого человека и заявила, что будет с ним встречаться, мне захотелось убить этого наглеца. Как он смеет претендовать на мою девочку? Но потом я понял, что неправ. Дочь выросла и имеет право на любовь. Это грустно осознавать, но такова жизнь. Не заговаривайте мне зубы, князь. Ваша дочь не является наследницей престола Российской империи. Она может спать с кем угодно, тем более, насколько слышала, нравы в покинутом вами мире весьма свободные. Не пытайтесь перенести их сюда. Вы все сказали? Нет, я люблю Ольгу, а она любит меня. Наши чувства выдержали испытание разлукой, ваше императорское величество. Но покорнейше прошу у вас руки вашей дочери. Обещаю быть ей любящим и верным мужем. Задумалась. Может, с этого следовало начинать? Я подумаю о вашей просьбе. Но вы должны поклясться, что впредь Ольга никогда более, слышите? Никогда не будет ночевать у вас, даже если сама этого попросит. Понятно? Клянусь. И я не хочу, чтобы она забеременела до свадьбы. Обещаю. Я врач и знаю, как этого избежать. Я вас услышала. Хм. Выходит, что в Кремлевском дворце с Ольгой можно? Странные у них здесь правила. А теперь расскажите, как у вас хватило ума ввязаться в дуэль? Мне бросили вызов. Вам не следовало его принимать. Лейб-хирург-государыни, действительный статский советник, а ведете себя, как мальчишка. Я собирался извиниться. Только это вас оправдывает. Александр Иванович принял извинения? Нет. Пришлось стреляться. Что? И? Гучков убит. Вы поистине исторический человек, князь, Мария всплеснула руками. Как ноздрев у Гоголя. Постоянно ввязываетесь в какие-то истории. Отдаете себе отчет, чего натворили? Газеты станут писать, что я расправляюсь с политическими противниками руками придворных. Не станут. Отчего так уверены? На дуэли присутствовали репортеры, их пригласил покойный. Они стали свидетелями, как я предложил Гучкову извиниться, а тот отказался. Позер, фыркнула Мария. Даже умереть захотел красиво.